Всем привет! Меня зовут Макс, это Ленивый канал, и мы продолжаем серию видосов по Японии. Но этот видос будет несколько отличаться от других. Точнее как, весь цикл видосов, которые снимаю сейчас я, будет отличаться. Хорошо это или плохо, ну решать вам конечно, но ситуация очень проста. Буквально через пару-тройку дней я уезжаю в гости к родителям. Здесь, кто не знал, я живу отдельно в Владивостоке уже много-много лет, и периодически я посещаю своих родителей, ну потому что я по ним скучаю, я нормальный в ней мы человек, и порой я хочу вернуться в свой, собственно, родной дом. Ну, не то чтобы родной дом, это спаска, да. Ладно, не суть важна, не будем заморачиваться. Проблема в том, что из-за этого я не успею начать записывать новый цикл видосов до того момента, пока я уеду, собственно говоря, с Паск, если я выпущу все видео цикла предшествующего. Осталось еще два видоса на выпуск, и, к сожалению, с большой долей вероятности, я не успеваю. То есть, я вынужден начать записывать этот цикл еще до того момента, как видео прошлого цикла вышли на канале. Это, конечно, печально, потому что в этот видос не попадут комментарии с, по-моему, 17-18 серии. И, да, они попадут, скорее всего, через цикл. О, да. Вот такая вот ерунда. Тем не менее, есть еще пара особенностей. Вообще, обычно я добавляю музыку на этапе постпродакшена. Да, у меня очень слабый монтаж, я это понимаю, но обычно все-таки я хотя бы немного отслеживаю. Ну, по крайней мере, стараюсь отслеживать, чтобы все было ровно и не было очень долгих пауз. В этот раз с этим будет сложнее. Чтобы вы понимали, насколько я пытаюсь все-таки записать вам какого-то контента перед отъездом, на заднем фоне периодически вы будете слышать все равно не кофе. Потому что без кофе я это не запишу. Ну, а тем временем пора начинать новый цикл видосов. И начнем мы как-то с комментариев. Поехали. Император границ с твоими успехами. Честь и хвала на Ниве и ее самурайскому мегапажу. Они всегда будут с нами. Спасибо за видео, всего хорошего. Тебе спасибо. Ну, да, на Ниве отслужила достойную службу и теперь, к сожалению, погибла. Это, если что, комментарий к бою, где погибла старушка на Ниве. F старушки на Ниве. F. На Ниве была истинным самураем. Погибнув в бою, он являлся воплощением гуси, досражаясь с гайдинами, которым выступал в технологиях и возрасте. F легенде. F. Значит так, адмирал. Нашему императору человечеству нужен мир и вкусные печеньки. Иди за вою и то и другое. Постараюсь, но не гарантирую. А, император гранится с тобой. Наказывай этих гайдинов со всей праведной силой. А в конце тебя ждет кошка-жена и почетная отставка. Тенко, Хэнко, Бэдзай. Согласен. Исходя из механик боя, предлагаю в начале боя всем флоту давать малый ход, а вперед выводить полным ходом малый корабль для обнаружения врагов. Предлагаю около линкора дредноута держать корабль, который будет закрывать корабль дымами. В целом разумно. Беда в том, что дымы очень сильно влияют на точность стрельбы. А поскольку пока все еще мои корабли превосходят точности вражеские, я не могу себе позволить отнимать у себя точность. То есть, ну, не очень разумно. Вот если корабль будет получать повреждения, да, это оправданно. Кстати, есть еще идея называть новый линкор Хирохитой или Токио. Ну, или на крайний звучек Киото. Хорошая идея, может быть, не забуду и назову. Серия становится все больше. Серия становится все больше. Правда, правда, они будут становиться больше контента. Видео начинается в 16.40. Спасибо, что написали. Да, там нескольких комментариев, и все молодцы. Я как-то раз замерял стереоскопы, у меня выходили лучше оптики. Типа на ближней дистанции и так точность хорошая. На дальность стереоскоп выигрывает. Средняя дистанция, они плюс-минус равны. В целом это правда. Оптика позволяет быстрее наводиться орудием, но именно скорость наведения базовая будет выше. Но в среднем, да, стереоскопы лучше. Но на эсминцах смысл ставить дорогие и тяжелые стереоскопы, в общем-то, нет. Здравствуйте, товарищ адмирал Император. Приказал передать, чтобы вы своими конструкторами создали линкор с максимальным количеством башен ГК. Чтобы эти чертовы годины содрогались из залпов наших линкоров. Приведих удирали прочь и шли на дно. Даешь ранний линкор типа Ямата или хотя бы что-то похожее. Ну, чтобы у меня появился Ямата, мне нужны более хорошие пушки. С этим пока сложно. И трехорудийные башни. Ни того, ни другого у нас пока нет. Но линкор с максимальным количеством башен ГК это Эйзенштейн. Вы его пока не видите, но скоро увидите. Скорее всего, просмотры полетели из-за того, что постоянные... Ну, из-за того, что постоянные войны с Китаем, которые, возможно, всем надоели, закончились. Возможно, но, скорее всего, проблемы в алгоритмах Ютуба. Ну, потому что... Нет большего ненавистника либералов, чем бывший разочаровавшийся либерал. Или как-то так. В целом, я согласен. Ну... Господи, я как-то сам был либералом. Отвратительное время было. Ладно. Ну, пропустим. Продолжай дальше, пожалуйста. Перед сном отличнейше заходит. Вот этому комментарию я очень рад, потому что эти видосы записываются как раз-таки в том формате, который я хотел бы смотреть. То есть, мне очень нравятся подобные ненапряжные видосы перед сном. Вот я и записываю. У меня есть целый плейлист таких не самых популярных блогеров, которых я смотрю именно перед сном, чтобы заснуть. После первого боя я могу сказать, что гонка вооружения уже на носу. И это правда. Вы еще не видели битвы с американцами. Поверьте мне. О, да. Гонка вооружений на носу. А как идея реализовать линейный эсминец? Звучит непонятно. Но это линейный крейсера с поворотным торпедным вооружением и отсутствующим бронированием. В целом, идея, конечно, такой себе. Линейный крейсер слишком дорог, чтобы тратить его на подобные эксперименты. Хотя, определенно, у меня будут в будущем линейные крейсера с торпедами. Особенно, если я получу лонглэнсы. Потому что лонглэнсы позволяют долбать очень нехило. После 7-часовой... Мой 7-часовой геймплей в Адмиралах. Скачал, зашел, поигрался в быстрых боях в конструкторе. Прошел миссии 10 в обучалке. Зашел в компанию за Японию. Оригинально. Пошел на ухудшение отношений с Китаем. Китай вытопил почти весь мой флот, который был в одной провинции. Зашел без авторгенерации флота. Осознал, что все, что я могу, так это строить топоры и флот. Пошел искать гайды на игру. Не нашел. Отложил в долгий ящик. Ведь смотреть прохождение проще. Ну, зря это так. Научиться играть в Адмирала не так сложно. Просто надо четко ощущать в компании, по крайней мере, границы между тратами и тем, что ты хочешь сделать. Кофе, это прекрасно. Насчет гайдов, кстати. У меня давно в планах есть гайд по Адмиралам. Причем гайд не из раздела, как быть лучше в Адмиралам. Гайд именно по основам, базисам, которые позволят обычному незнакомому с игрой человеку, начать играть с минус нормально. Главная проблема с гайдами на ютубе, часто по подобным играм, они делаются так, как будто человек уже неплохо понимает суть игры. То есть они объясняют все слишком сложно и навороченно. А в случае с Адмиралами нужно дать максимально простое ощущение. Скорее всего, если я буду делать гайд, а он начнется просто с очень общих понятий и затем, ну, непосредственно перейдет к узким. Братан, я подпишусь и поставлю лайк. Ты, пожалуйста, начни управлять своим флотом. Корабли будут самые лучшие врагов, линкоры идут, борт с вражеским строем броненосцев, но стреляют главным орудием по тропедным лодкам, которые чудовищно далеко от тех кораблей, честно. Это больно и хочется выключить. Я пока только на 10 серии напишу сюда, ибо пригорает. Давайте честно. Во-первых, я старенький. Мне 30 годиков, и мои рефлексы уже далеко не те. Моя внимательность не такая хорошая, как хотелось бы. Во-первых, я ракаю. Ну, когда я играю в синглфлеерные игры, я периодически, ну, вступлю. В мультиплеер я, на самом деле, чаще всего несколько больше сосредотачиваюсь, но, опять-таки, там тоже бывают серьезные проебы. А во-вторых, что важно, я пишу видео. Даже вносить минимальные комментарии в момент записи видоса, особенно, когда ты не являешься профильным стримером или так далее. То есть, ну, я все-таки не являюсь прям вот нон-стоп-видеоблогером. Это для меня хобби. Даже в таком режиме это сложно. Это еще больше отбирает внимание. Поэтому я стараюсь, как получается, не всегда хорошо. Но, с тугуба ради приличия, до столкновений с американцами моя тактика давала успех. Я терял очень мало кораблей, поэтому. Но какая разница, если, как я, какую тактику я использую, если мои флоты все равно побеждают. Не могу говорить за всех, но, по-моему, без редактора серия ощущается неполноценной. Я попробую это учесть. То есть, мысли, на самом деле, интересные. Возможно, действительно, в каждую серию стоит добавлять, так или иначе, некто кристо-редактора. Да, теперь японцам на море есть конкуренты. Это, по-моему, даже выиграть. В целом, правда, когда появились американцы, вы этого еще не видели, когда написали эти видосы, там все станет совсем плохо. Милый пушистый зверек подкрался незаметно. Правда. Макс, а почему ты не финансируешь активно транспортную систему в мирное время? Она же, вроде, на ВВП влияет. Влияет, но влияние не очень высокое. Я посидел, потестил. Нет, это правда, есть влияние. Наверное, если бы я вот сейчас знал нюансы, я бы больше финансировал транспорты. Но объективно, ну, это не настолько критично. То есть, это не руина всей партии. Это просто... Просто ситуация могла быть лучше. Не то, чтобы прям очень значительно, но лучше. Можно задать один маленький вопрос. Маленький, типа, в кавычках. Ты когда раскроешь свои глаза на краткую сходку по корпусу, где КПД и прочая ересь? Ты когда ему читаешь ее перед сохранением? У тебя Микаса кривая из-за лишней 70-мм пушки на правом борту. Да, Микаса кривая. Я в курсе. Я это не заметил. Потому что я пытаюсь сделать корабли быстро. Просто я это отвечу в комментариях, отвечу и здесь. Ребят, я пытаюсь записывать видосы. Пытаюсь записывать так, чтобы это не было скучно. Если я буду медленно листать вниз всю правую сводку, смотря все параметры, то есть так, как я это делаю не на запись, то, ну, банально, один линкор я могу делать час. Не потому, что это так сложно, а потому, что мне в кайф сидеть, ковыряться во всем этом, читать, выверять. У меня нет столько времени. И вы не захотите смотреть час ковыряния в статистике. Но это будет скучно. Поэтому да, я проебываюсь. Потому что я стараюсь сделать быстрее. Порой проебываюсь сильнее, как в Эйзенштейне, который все-таки можно поправить. И об этом мы поговорим чуть позже. Если делать крейсер из корпуса линкора только с трехотмиллинтеровыми казематками. Ну, а мы-то имеем право на жизнь, но не то, чтобы прям сильно. То есть, есть проблемы. Сильно вырос гост на дредноуты в СССР. Правда, сильно бороден от туров. Супер линкорс смещение веса в 42% просто никого не будет попадать. Что мешает Джахтану накормить еще одну второстепенную башню. Ну, еще ваше адмиралтейство уже устало просить крейсера эсминцы. Эсминцев у нас есть. Больше 20 штук. Нормац. А вот насчет смещения в 42% тут есть нюансы. Вообще, если говорить на чистоту, то 42% смещения из-за тангажа и крена больше влияют на точность в маневрировании. Это все равно грустно. То есть, линкор получится не маневренный. Но влияние на базовую точность, хоть и значительно, но в процентном отношении терпимо. Линкор будет попадать. Просто он будет попадать куда хуже при любых маневрах. И это проблема, да. Но Эйзенштейн, который будет в скором времени выпущен, планировался непосредственно как линкор, сделанный для дальней артиллерийской дуэли. Да, мы поправим Эйзенштейна в этой серии, скорее всего. А может быть, не в этой, а в следующей. Но, в общем, да, 42% это много, но местами выгодно жертвовать. Просто другой вопрос, что в данном случае можно было сделать лучше, правда, ни одной башней. Я, собственно, покажу, как ни одной башней, скорее всего. Я, честно, жаль, что броняно так просто пал. Ну, не то, чтобы просто, но да, он пал. И да, немного жаль. Так, всё. На этом всё с комментариями. Замечательно. Комментариев в этот раз вышло на 13 минут, что, в принципе, терпимо. Зачитывал я не все, надеюсь, никто не обижен. Ну, а сейчас компания. Давайте быстренько вспомним, чё к чему. У нас тут 5 месяцев до переоборудования двух кораблей. И нам нужны эти корабли. Без них мы в Циндау высаживаться не сможем. К сожалению, и Суво, и Ниссин мы не будем переоборудовать по банальной причине. У нас нет сейчас времени на этом. Немцы уже в пути. Они вот-вот будут в наших территориях. Настолько в пути, что, возможно, нам придётся вывести наш флот. Да, пожалуй. У нас нет особого выбора. Мы выпускаем весь наш флот. Угу. Причём с обоих территорий. Хорошо. По исследованиям. Да, надо бы останавливать вот это вот всё безумие. Но я всё-таки хочу получить торпеды. Торпеды нам пригодятся. Просто мы можем получить их несколько позже. Всё равно новые крейсера мы будем закладывать нескоро. Нам очень пригодятся расположения орудий. Уменьшение штрафа на... Всё это поможет нам при появлении нового линкора. Мой план какой. Мы постараемся получить усиление корпуса и заложить новую серию линкоров. Мы не будем закладывать второй Эйзенштейн. Мы... Займёмся непосредственно... Конечно, очень хочется новые большие пушки. Но, боюсь, мы никак не успеем. Даже если учитывать 8 месяцев маловато. В общем говоря, да. Мы заложим новый линкор. Это будет линкор, возможно, с экспериментальными 356-мм орудиями. Просто по банальной причине. Потом они будут заменены на следующее поколение. Хотя это не точно. Возможно, остановимся на уже проверенных пушках. В любом случае, мы сейчас убираем приоритеты. Мы оставляем дизайн крейсера. Нам нужен новый крейсер. Прям очень нужен. Надеюсь, его получим. Ну и, пожалуй, возьмём расположение орудий. Просто 1 месяц его поддержим, чтобы получить... Ладно, догоним в последний момент. Ну что ж, с этим всё. Мы никак не можем себе позволить ещё дополнительно записать какие-то верфи. Мы и так строим. У нас минус 21... Сейчас минус 36 миллионов в месяц. Это много. Ситуация, мягко говоря, не хороша. Имея такой минус по балансу, в ближайшее время мы начнём урезание. По каждому мы пытаемся расширить транспортную вместимость по банальнейшей причине. Так, нам снова, кажется, бьют по... Оу. Ну, в принципе, я даже согласен отдать эту провинцию. Я буду терять меньше транспортов. Это... Нет, стоп. Они наступают на Гильгалант или нет? Если да, то... Я, в принципе, не против. Пусть забирают. Я буду терять меньше транспортов. Это важно. Мы получили дизайн крейсера так быстро. Ну, хорошо. Это, типа, был прорыв или как? У нас какой-то значительный прорыв, что ли? Необычно. Так, а это означает, что нам нужны срочно торпеды. Ну, давайте. Да, нам нужны новые торпеды. Поэтому, да, мы ускоряем эти два исследования. Конечно же, производить сейчас новые корабли будет, мягко говоря, неразумно, но... Блин, зря я взял Гильгалант. Я искренне думал, что к моменту новой войны в Германии я успею в Европу перекинуть оба часть сил. Мне нужен был плацдарм, и идея была неплохая, но... А, нет, они наступают на... Исцентау? Серьезно? Я буду терять в Гильгаланде все больше и больше сил. Это грустно. А можно мы как-то прекратим этот... Чуть. Мы сжечь, как теряем транспортную вместимость. Это грустно. Это моя ошибка. Расчет был все-таки несколько на другой исход. Перемещаемся сюда. Не, ну, ребят, Сэндау, конечно... Не имеют шанса на успех. Вообще, конечно, интересно, как они через китайскую территорию наступают. Это моя отвратительная армейская логистику. Ну... В общем, все не очень хорошо. Мы скоро выпустим новые легкие крейсера, и затем мы отправимся штурмовать Сэндау. Ну, штурмовать Сэндау мы отправимся после того, как у нас появятся новые линкоры. Ну, как новые? Отреставрированные старые. Очень жаль, что линкоры типа Сува не прошли модернизацию, но не то, чтобы у нас есть варианты. Ого. Судя по донесениям, немцы, скажем так, более отказываются от использования новейших даже крейсеров. Отлично, у нас новый торпедный двигатель. Переследование. Мы убираем, естественно, торпедный двигатель. Нам это не нужно. Здесь все оставляем, как есть. Отоделся немецкий флот. Если так, то я не вижу смысла. Мы идем в Сэндау. Тем тоннажем. Два месяца. Мы можем начать торжение сейчас. Наверное, даже хватит тоннажа. А затем поддержать его новыми кораблями. В этом есть некоторый смысл. Через шесть месяцев будет спущен Эйзенштейн. У нас, кстати, свободные верфи есть. Мер-мер торпеды мы получим в следующем буквально месяце. Отлично. Да, у Китая снимают... Ой, Китай, у Советского Союза снимают адмирала. Так, мы получаем новые пушки. 508-мм торпедные аппараты. Замечательно. Мне прям не очень хорошо. Мне не нравится ситуация с нашими... Так, мы убираем здесь все. Вселение корпуса три месяца. Так. Доисследуем в последний момент. Это нормально. Котлы пять месяцев. Да. Нам бы наверстать котлы. Прям капитально наверстать. С котлами у нас все грустно. Да, много с чем все грустно. Но... Что поделать. До четырнадцатого года мы местами не самая лучшая... Фракция. Так, ну здесь один легкий трейсер. Как-то не беда. Угу. Угу. У нас здесь целая свора эсминцев. Просто ряготочная по... Различным портам. Что меня не может не радовать. Мы попробуем сейчас начать вторжение в Циндау. Учитывая, что они сейчас атакуют нашу территорию. Это вполне может помочь нашим войскам. Да, с нашей морской логистикой будет непросто, но... У нас есть Денис. Так, хорошо. Вот ситуация. У них продвижение весьма внушительное. Это плохо. Мы начинаем морское вторжение. Да. Корабли вышли из... Так, да, отлично. Корабли вышли. Мы наконец-то можем... Переместить оба корабля в помощь. Она же станет больше. Ну а теперь, когда у нас наконец-то есть... Все необходимые исследования. Мы можем начать проектирование нового корабля. Это будет новый легкий крейсер, который заменит все устаревшее барахло на нашем флоте. Какой милый кораблик. Ну вот, 29-ти узловой легкий крейсер. Кстати, с современным дизайном. То он не может не радовать. 29-ти узлов это прилично. Ладно, мы сделаем его несколько пошире. Кто-то мне объяснит, что происходит. А, понятно, что происходит. Так, 0. Кто это делал? Давайте хотя бы 5%. Нам нужна хорошая... Ой, ну слушайте. Выглядит-то прям... Вкусно. Да, мы пока все еще не можем ставить... О, да! Эта штука имеет нормальные торпедные аппараты. Прекрасно. Просто прекрасно. Меня дико бесит крейсер. Конечно, я чувствую, что у этой штуки... Слушайте, ну... Сколько дает она? 6 трубы. 8, да? 17. Дымовая помеха. 2.5 скорости прицеливания. Хуйня. Давайте поставим несколько вот таких вот... Турбин. Гаш так себе. В качестве основного орудия у нас поедет 178 миллиметров сюда. Ну и, пожалуй, сюда. Наверное, поставим барбет. Нет, мне нужна прям полноценная башня. Нет, маловат. Барбет, барбет, барбет. Ну, это много. Хотя, знаете что? Почему много? Давайте попробуем впихнуть вот так вот. Тогда мы получим 3 170 миллиметровых пушки. Что в целом... А вот так неплохо. Мы, в принципе... Да. Почему бы нет? Мне нравится. Тангаж ужасен. Мы сделаем вот так. Вот дальность так. 29 пузов. Ух, ёшкин. Давайте 29 пузов. Ну... Тут будут турбины. КПД, мягко говоря, не очень. Нам нужны новые... Так. Очень неплохо иметь трубовальный агрегат. Ну, господи. Электрогидравлику на управлении. Третий круп. Двойной. Переборки. Антиторпеда. Вторая цитадель. Здесь всё хорошо. У нас стандартное соотношение орудий. Эта штука будет способна поражать противника бронебойками. Поэтому, да. Нет. Это будет баллистит. Это будет... Ну, денид это такое себе. 9% шанс возгорания. Это много. Давайте это будет электрогидравлика. Да нет. Нам не нужно прям быстро перезаряжаться. Теперь вопрос с торпедами. Торпед нам нужно много. Так. Как же эта штука будет херово стрелять. Да? Так. С другой стороны, у нас есть приличное количество пусков. Блин. Вся эта задумка с башни сделалась ради того, чтобы... Мы пробуем сделать вот так вот. Компакт фуннел. Повысить хоть немного кпд. Да. В этом не есть смысл, конечно же. Так. Убираем торпеды. Пытаемся сделать все это немножко компактнее. У этих барбетов очень хорошие углы наведения. Поэтому я и пытаюсь их поставить. Но пока что получается не очень. Ставить же отдельные торпедные аппараты на борт. Это разумно. Но есть нюансы, конечно же. Нет. В принципе, вот такой вариант вполне себе приемлем. То есть, у нас по 6 пусков. У нас, конечно, большой по-прежнему крем. Слушайте, мы поставим здесь стереоскопики. Он имеет возможность. Мы поставим глубинные бомбы. Мы поставим мины. Потому что все-таки этот легкий крейсер, он должен минировать. Мы можем поставить казематки куда-нибудь? Нет, здесь нет казематок. А 50 миллиметров куда-нибудь становится. Есть какие-нибудь места для крепления? Ну, нет. В этом нет особого смысла. Впоследствии все пушки 178 миллиметров на корабле будут заменены на новые. В идеале, конечно, сюда впихнуть еще вторую башню. И мы даже можем это сделать. Но... Все-таки корабль должен быть достаточно бюджетным. Так, из проблем. Нам определенно нужны быстрые торпеды в идеале. Не выглядит парашнен. Совсем. То есть, конечно, я иногда ставлю подобным образом торпедники и прочее. Но все-таки у всего есть свои границы. Давайте немножко сместим все это дело. Походу, единственное место крепления, куда я могу меня впихнуть торпедные аппараты. Блин. Давайте немножко поэкспериментируем здесь. Может быть, это поможет нам впихнуться. Нет, пока не помогает. Тем более, что, как я вижу, второй торпедник тоже имеет отвратительную радиострелю. Всего шесть торпед. Это немногим больше, чем у эсминса. Это, конечно же, не очень приемлемо. Так. У нас небольшое смещение веса на корму. Но это, в принципе, не сложно поправить. У нас, кстати, остается некоторое количество места, чтобы впихнуть, наверное, компакт файл. Нет, он не влазит. Чуть-чуть не влазит, кстати. А если пробовать сюда впихнуть торпеду? Да. Отлично. Итого... Девять торпед на борт. Это, конечно, не предел мечтаний. Можно больше. Но, в принципе, для такого корабля это достаточно. Теперь броня. Вот тут мы, конечно, пойдем по максимуму. Да, мы не можем рассчитывать на прям огромную броню. Все-таки корабль далеко не самый оптимальный. Тем не менее. Поставим главную палбу. Давайте 30 миллиметров. Это сильно срежет тангаж, по-моему. А если мы сделаем вот так вот? Не особо. Оставляем 15 миллиметров. Давайте сместим немножко на нос. На носовую палубу. Вот так вот. Пожалуй, все-таки здесь делаем по 50 миллиметров. Это все-таки приемлемо. Хорошо. Теперь цитадель. Нам нужна цитадель. Причем максимальная. Да. Мы немножко сместим главный бронепояс. Можем здесь сделать 152 миллиметра? Да, нормально. Можем чуть-чуть увеличить водоизмещение. Да, пожалуй, так будет неплохо. Терпимо. Ну, броня башен, в принципе, норм. Пушки мы можем увеличить. Хотя это, конечно, увеличит тангаж еще больше. Он так будет не очень точным, но... Ладно. 180 миллиметровки. Это нормально. В целом, конечно, корабль имеет проблемы. Но это легкий крейсер. Для него это терпимо. Ну, действительно терпимо. Его основная ставка это торпеды. Причем длинные торпеды. На данный момент, чтобы вы понимали степень, в общем-то, трешовости, у нас сейчас... 5 трехтрубных торпедных парт. 9 торпед на борт. С дистанцией выстрела 7,3 километра, черт возьми. И это... Неплохо. Мы не будем ставить уменьшение дистанции торпеды. Эти крейсера заградительные. Хорошо. Меня полностью устраивает ситуация. Мы... Ну, если вдруг вы думаете, что вы знаете, как сделать крейсер, лучше пишите. Он должен был быть относительно бюджетным. Не то, чтобы очень получилось сделать его относительно бюджетным. Ну, а корабль можно назвать приемлемым. И заложим мы их, наверное, штук 10 для полноты картины. Как, блин, один Сува по стоимости. Ну, шо бы было, как говорится. Как один Сува. Как один Эйзенштейн, блин. Хотя... Это правда хорошие крейсера. Они правда выглядят как оптимальные. Хорошие, в смысле, для своего века. То есть, ну, на мой взгляд, выглядят они весьма неплохо. Их можно было сделать дешевле. Их можно было... Так, ну, давайте. Для начала мы построим небольшую серию в 4. Это нас еще больше просадит по затратам. Поэтому мы вынуждены снижать затраты по максимуму. Угу. Возможно. Ну-ка, мы, допустим, делаем приостановку. И мы получаем сейчас... Все равно весьма большие проемы по бюджету. Но терпимые. У нас 52% строительства верфи. Я считаю, что нам необходимо заканчивать этот процесс. 27 миллионов позволит им протянуть 10 ходов. Что, вообще-то, дает нам неплохие шансы на то, что мы успеем капитулировать в Германию. Хотя, конечно же, очень хочется увеличить расходы. Нам не нужна война с Германией. Ну, кроме как захвата Сендао, толку с нее особо не будет. Мы начали морское вторжение. У нас 153 тысячи тонн. Шансы на успех 53%. Немцы же, в свою очередь, продвигаются в атаке на наш небольшой полуостров. Так. Корабли вы устроят 11 месяцев. Мы возглавляем производство. Мы готовимся выпустить через 3 хода. Давайте все-таки... Давайте отправим его... Ладно, в Сосебо все-таки. Все эти корабли отправляются в Сосебо. Ситуация очень-не очень. Что мы можем сделать с финансами? Мы можем отменить строительство вверхи. Можем уменьшить значительно финансирование. Это... Терпимо. Ничего больше, чем терпимо. Я сказать не могу в данном случае. Потому что для нашего бюджета нынешние затраты невероятно высоки. И, конечно же, планы строительства 10 линкоров, 10 крейсеров пока что, видимо, будут лишь планами. По-прежнему проблемы. С нами на конфронтацию идет Советский Союз. Здесь морское вторжение. Шанс на успех 30% уже. А немцы успешно продвигаются на наш полуостров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Так. У нас есть усиленный корпус. Мы получили Дреднолу 3, Дреднолу 4. противник несет потери от мин немцы по таку морское вторжение шансы 25 процентов очень небольшие тем временем германия наступает у нас проблемы с финансированием немецкий флот никуда не торопится так я уже говорил она тяжелая что еще могу сказать все плохо все плохо нужно у . войну то мы выиграем как бы скорее всего если хотя бы один раз немцы на любой вступят беда в том что не очень бы хотел терять наши территории она должна терять территории нужно армейская логистика а чтобы у меня было армейская логистика нужно больше кораблей а чтобы у меня было больше кораблей нужно больше денег а чтобы было больше денег нужно транспортными короче вы поняли мы в тупике О да Да, конечно Так У нас там ножа, блин, в три раза больше, чем нужно Но, видимо, проблема именно в армейской логистике Скорее всего, она так и есть Угу, шанс по финансам Минус 24 миллиона 68% строительства верфей То есть, когда верфей закончат свое строительство Мы получим нехило освободившихся Финансовых мощностей Угу Мне вот интересно, а как В Циндау прибывают подкрепления? Корабли, вот эксплуатацию Два месяца, нормально В случае чего будем отменять строительство верфей Хотя я очень не хочу это делать Расширение верфей нам необходимо Впрочем, как и многие другие вещи Я даже не буду, наверное, проектировать новый линкор На данный момент В этом нет особого смысла К сожалению Хотя, возможно, имеет смысл Хотя бы просто обратить внимание Что у нас есть по кораблям Мы видим немцы У немцев уже улучшены Дизельные вспомогательные установки Я это комментировать не хочу Это, насколько я помню Технологии что-то там Двадцатых, да? Ну, ладно Японии очень больно И печально С такой армейской логистикой МХУ абсолютно не способны Обеспечивать Офективность нашего флота Ну, то есть, имеется в виду Мы не сможем обеспечить выставку в Штатах И это очевидно Даже на Аляске боюсь, что не получится Если уж мы не можем Циндау захватить Что уж говорить про Более крупные территории Оу Нас не получилось захватить Эту бухту А немцы тем временем Продвинулись Два месяца Ввод в эксплуатацию Шесть месяцев До строительства первых легких крейсеров Так Благо, что у нас Терпимо все с беспорядками Семьдесят шесть процентов Стрекистой верфей А, мы должны еще больше Зарезать Все наши бюджеты Это вынужденный шаг Иначе мы просто не сможем протянуть Дальше Мы снова будем планировать Морское вторжение Надеемся, что Можно, конечно, высылать Эскадру к берегам Германии Это очень долго И мы явно понесем Существенные потери Да и корабли Отправятся в бой Практически без топлива Сейчас надо будет поднять вопрос По Эйзенштейну Корабль получился Откровенно С огромным количеством недостатков Поэтому его необходимо Доводить Да, на следующем ход нам захватит Дизайн Корабли Да, мы ввели в строй Через шесть месяцев Выводим в строй Эйзенштейна Хотя, если задуматься А давайте мы сейчас Разберемся с Эйзенштейном Кстати Оу Угу Так Так-то неплохо Ох, боже мой Как же все плохо с финансированием Мы можем круп 2 получить Но Все очень не скоро Ладно Итак Вот он Эйзенштейн Будем Около то тем Чем имеем Мы будем Доделывать этот корабль Так Как Можем То есть все Мы не ждем новых технологий Миним больше никогда Конечно шутка Сразу после окончания Стрельства Эйзенштейн Мы займемся Новыми техами Итак Я уже Не буду врать Проводил некоторые Эксперименты По доведению Этого корыта До состояния Какая осадка Какая осадка Ох, оси Ноль, 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 ноль Все хорошо Ноль Естественно лучший вариант Это повысить ширину Она базово уже позволяет Неплохо так набрать Во-вторых К сожалению Мы вынуждены Отказаться От двухсот Трехмиллиметрового Второстепенного Калибра Причина Простая Они очень сильно Влияют на крен А влияние на крен Дает нам еще больше Да Как вы говорили Добавь просто Пушку сюда Пушка сюда Сместит Лишь немного На развесовку И откровенно говоря Сместит ее Не очень оптимально Да Мы можем уменьшить Тангаж Кстати до приемлемых Значений Но для этого Нам потребуется Передвинуть эти пушки В район носа Что не очень хорошо Откровенно говоря Мы могли бы Поставить сюда Барбет Но к сожалению Не получится При всем моем уважении Но Ситуация такова Что да Барбет сюда не встает Мы здесь расположим Двухсот трехмиллиметровку Не то чтобы Это оптимальное решение Но оно терпимое Я не хочу Слишком сдвигать Пушки вперед Мы сильно потеряли В вспомогательном калибре Прямо значительно Потеряли в вспомогательном калибре Заменим мы казематки Новыми Марк 3 Сто двухмиллиметровками Да Не лучшее орудие Да Как то вот так Теперь здесь Немножко Передвинем Настроечки Пять месяцев Как раз таки К моменту спуска Наших легких крейсеров На воду Эта штука Будет готова Тут уже Получше С КПД К сожалению К сожалению Индуцированные котлы Дают Большие проблемы С дымовы С дымовыми помехами С дымовыми помехами Поэтому мы оставим Естественные котлы Да У нас проблемы С КПД Но они не столько Существенны Вот такой Корабль Куда уже Куда более Приемлем для Линейного боя Да У нас не так много 203 мм Но что поделать У нас все Очень неплохо С основными орудиями Все таки 352 мм Это не шутка 76 мм Позволит Оказывать Внушительное Влияние На легкие силы Противника Вот такой Вот корабль Да Изенштейн 2 Да Мы его будем Делать Да У него Очень небольшая Дальность Хода Но с этим Мы ничего Не поделаем Ну и сейчас Можно просто Посмотреть Что мы можем Добиться В качестве Линкора Нового типа Да Мы займемся Переоборудованием Изенштейна Прямо сейчас Чтобы корабль Был готов К моменту Ввода В эксплуатацию Легких крейсеров Тем самым Мы сможем Отбить обратно Если с армейской Логистикой Все станет в порядке Как захватить Циндау Так и отбить Обратно Захваченные Нас территории Я очень надеюсь Что немцы Рискнут Обвязаться в авантюру И пришлют К нам Их плот Потому что Без появления Немецкого флота У наших границ Мы вряд ли Сможем чего-то добиться А если нет Мы отправимся Завоевывать Немецкие странные Территории Ну В теории Самое грустное Что даже сейчас В нынешнем Ситуации Так Мы естественно Переоборудуем Просит Политика Финансы 80% То есть По идее Еще Где-то Три хода Наверное Может быть Чуть меньше В данный момент Корабли уходят Обратно В сосеба Не все Корабли Если что Я знаю Что выделил Не все Но тем не менее Хоть как-то Проще Сделать Два хода Ситуация С финансами Мягко говоря Не слишком Хороша Да Мы потеряли Свои территории Направляем Все эти войска В сосеба Смотрим Корабли 4 месяца Краска 4 месяца Переоборудование 4 месяца Строительство 5 ходов Да К сожалению Переоборудование Корабля И малых денег Возможно Мы первый раз За долгое время Выйдем В минуса А у меня Нет вариантов Как Нарастить Финансирование Мы сохранимся На всякий случай Мы сохраним Прогресс Чтобы Не потерять Всю компанию В случае чего У немцев Появился флот В желтом море Удивительное дело Вообще Конечно С нынешней Армейской Логистикой Мы можем Скорее всего Себе позволить Захватить Китай Потому что У Китая С армейской Логистикой Все Все еще Хуже Но Это будет Сделать Не так просто Так Минус 27 Мы делаем Сохранение Потом снова Сохраняемся На старый Сейв Что здесь По флоту Вроде бы Ничего Странно Я кажется Видел флот Вражеский Легкий Крейсер Немцы Уводят Корабли Это Странно Конечно Он не имеет Смысл Заканчивать Стрельство Верфей В такой Ситуации Это Глупость У нас Огромный Запас Морского Престижа Поэтому Думаю Нас Все-таки Не снимут В должности А то Что мы Превысили Наши Мюджетные Сигнования Ну я Надеюсь И нам Нужно Вернуть Исследование В строй Как можно Быстрее Мы Не можем Оставать В этом Плане Да Некоторые Страны Только Сейчас Начали Списывать Торпедные Лодки Удивительно Но Понятно Что Так В Папуа Хорошо Мы Ничего Не можем Сделать И мы Банкроты Нас Битва Это Странно Угу мы можем себе позволить только вот так вот немножко повысить пулу экипажа мы заканчиваем строительство кораблей так что в целом где битва о мюнхен против иваты наконец-то сражение черт возьми но я не уверен конечно у нас получится победить мюнхен скорее всего а у них легкий крейсер почти идентичен фото ножу нашему тяжелому забавно у нас стоят коэнки 2 поколения и ваты откровенно говоря не самый лучший корабль на 254 миллиметра 254 миллиметра все-таки как-никак юго-запад ага вот и против надо понять что у него за торпеды от этого мы будем значительно отталкиваться по идее наш вспомогательный калибр не должен дать противнику шансов марк 3 254 миллиметра это не шутки со совсем противник ведет по нам огонь но нет под дымами мы даем поворот на случай если у него дальние торпеды отлично мы его затапливаем да у него дальние торпеды частью их немного хорошо да корабль противника явно сделан по удачнее нашего но эти тяжелый крейсер против легкого отлично так у них сейчас 7 километровые торпеды да посмотреть посмотреть стандартные торпеды наши торпеды лучше немецких но где-то мы не отстаем 92 процента вероятность попадания отлично мы конечно наносим слишком много повреждений наши пушки слишком хороши но противник дает серьезный бой там лучшее из того что может стоять на легком крейсере поэтому получили очень неприятную плюху наше птз неплохо справляется с такими плюхами еще главный калибр не могу он я и в в в в в в Доблайпирована, чёрт. Ничь спустил чёрт до 1 торпеду, да? Да. Ничь не разорвалась. Убрать из бригадира. Отлично. Пробитие ниже ватерлинии, что не очень. Ну, в общем, мы поняли, что вражеские лёгкие крейсера это серьёзная угроза. Сейчас будут делать пуск. Надо бы, наверное, всё-таки уходить, дать залп с дальнего расстояния. Да. Димик даже потерял экипажа меньше чем мы. У них ещё 13 торпед. Ааа, если противник ещё уничтожит, то наш тяжёлый крейсер будет совсем амбром. Ну, противник потерял почти полностью ход. У него нет вспомогательных башен. Но у нас тоже всё не очень хорошо. Так, видите, этот корабль тоже не очень устойчив. При любой смене курса мы значительно теряем точность. Ну, противник починил все три двигателя. Вот этот поворот. Вот что значит... Подождите, а у него дизель... Да, у него хороший доп-двигатель. Ну, не дизель, конечно, но... Лучше, чем у нас, причём разительно. Непростой бой. Портининг получает затопление. Хотя больше и больше. Отлично. Для этого мы делаем вывод, что наши тяжёлые крейсера, которые вообще-то как бы новые постройки, ни к чему не годны. Впрочем, не то чтобы это меня удивляло. Надо сказать, что вражеский крейсер стоит очень дорого. 50 миллионов за крейсер, в чёрт подери! Он стоит дороже наших тяжёлых крейсеров и дороже наших новых лёгких крейсеров. И давайте будем честны, поединки против наших новых лёгких крейсеров. У этого студёнышка не то чтобы много шансов. 50 миллионов! Вы это видели? 50! 50 миллионов! Вот кто бюджет-то пилит! Вот у них почему такой огромный ВВП. Да потому что пилят как не в себя. 50 миллионов за это корыто! Чёрт возьми! Ну это же... Это прекрасно, я считаю. 50... Это корыто. Натурально корыто. Are you? Ладно. Я... Поражён! поражен до его ты получил тяжелое повреждение понятно на всякий случай снова продублируем итак в этом месте мы закончим строительством так совпало что у нас достроились верфи поэтому с не было банкротства нам нужно закончить строительство возможно кстати есть небольшой риск что и сейчас нас не будет банкротства из-за того что мы как раз таки закончим строительство кораблей и модернизацию одновременно да мы получили новые морские фонды окей вот в эксплуатацию давайте смотреть что у нас по финансам мы можем себе позволить некоторые траты у нас огромный супер флот хотя сколько не в месяц нам нужно следующий ход мы потеряли процент пвп это очень грустно я не знаю что делать финансовой ситуации в данный момент нам нужно побеждать германию нам нужно проводить выставку в центрау наш флот поеде способен на это но к сожалению не все так хорошо как хотелось бы сейчас мы узнаем ситуацию с армейской логистикой после 300 легких крейсеров если мы правы то она значительно улучшится она обязана улучшится это означает что в бою мы сможем добиться некоторых успехов так это битва с блюхером мы однозначно ее будем проводить армейская логистика по-прежнему 4 процента но почему она вообще никак не улучшилась у нас меньше армия чем у итальянцев и мы не сильно отстаем по флоту от них я не понимаю как это работает я честно говоря начинаю думать над тем чтобы извините уж просить дропнуть эту компанию ну какого черта блять что с этой игрой не так блять я не могу ее улучшить еще больше у меня и так огромные затраты при том что я хорошо воевал да блять какого хуя это пиздец просто у меня все нормально то есть я воюю успешно я захватываю территории у меня хороший флот почему у меня армейская логистика в такой жопе на этом будем заканчивать битву с блюхером вы увидите на следующей серии возможно это последняя серия в ультимейт адмирал бред ну последний цикл в ультимейт адмирал бреднулся по японии с вами был макс ниво каналах до встречи новых видео пока субтитры сделал DimaTorzok 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 субтитры сделал DimaTorzok